Я вот такую сейчас закономерность для себя провела, но возможно вы несете корреляцию. Чем больше потерь несет Российская Федерация, даже невзирая на частичную мобилизацию, тем больше помощи, и вот мы сейчас говорили о новом пакете, о новом транше, военной помощи, мы еще детально обязательно будем говорить в наших эфирах, тем больше помощи получает Украина для того, чтобы продолжать вести боевые действия. Вы видите такую закономерность? Ну, я бы сказал так, что чем больше Украина освобождает успешно своих территорий, чем больше мы видим успешных контрнаступательных операций и противостояния этой агрессивной, неоправданной войне, российскому вторжению, тем больше, конечно, это вдохновляет наших союзников и партнеров предоставлять ту помощь, которая нам необходима для того, чтобы освободить нашу территорию, освободить наших людей, провести деоккупацию и давать достойный отпор российскому агрессивному вторжению, что мы видим происходит сейчас в Украине. Поэтому действительно так. Мы можем еще констатировать, что тыл украинский, он гораздо надежнее российского. Кто бы что ни думал, но мы видим сейчас, что цивилизованный мир, он рядом с Украиной, что помощь будет идти. Мы прекрасно понимаем, как разжигала российская пропаганда истерию вокруг того, что Запад будет готов ограничить помощь Украине и тому подобное. Ничего не происходит и не произойдет из такого, потому что мы видим, опять же таки, что предоставление нам вооружений, технической поддержки от наших партнеров и финансово, что также необходимо, она происходит на постоянной основе. И далее, я думаю, будет иметь свойство только нарастать. Поэтому, а у России другая ситуация. Мы видим, что ихний военно-промышленный комплекс не справляется и не может справиться с поддержкой той интенсивности войны, которую вела и ведет Россия по количеству артиллерийских боеприпасов, по количеству танков, бронемашин, тех же беспилотников. И они вынуждены прибегать к помощи Ирану, Северной Кореи и, возможно, Таджикистану. И уже очевидно, что на фоне этого мы прекрасно понимаем, чьи способности и возможности по производству вооружений, по производству боеприпасов и необходимой технической поддержки больше. Все-таки у Запада они больше. Поэтому тыл у нас надежнее, я считаю. Если говорить о том количестве вооружения, которое предоставляется Украине, предоставится. Это 18 систем Хаймарс, это и Хамви автомобили, необходимые автомобили. Я думаю, и наши зрители уже знают за то время о полномасштабной агрессии против Украины. Автомобили – это такой расходный материал, к сожалению, на войне, потому что он очень быстро, скажем так, заканчивается. Там и радары, и грузовики, и тактические машины, и многое-многое другое. Наверное, можем здесь выделить конкретно Хаймарс и об этом вооружении поговорить. Как 18 Хаймарс, которые, понятное дело, не разом будут переданы Украине постепенно, частями, как это уже происходило, будут менять ситуацию на украинском фронте. Ведь впереди по идее освобождение оккупированных территорий, которые Россия заняла после 24 февраля 2022 года. И уже ходят разговоры о тех территориях, которые были захвачены в 2014 году, но об этом чуть позже. Хаймарс, он играет очень важную роль. Мы это видели, как и в установке М270, то есть реактивные системы, которые способны поражать эффективно и точно цели противника на расстоянии 70-80 километров. Это очень важно. Кстати, возможно, и есть надежда на то, что речь пойдет в ближайшем будущем о ракетах GMLRS дальностью на 150 километров, для того, чтобы увеличивать способности украинских сил в дальности поражений целей врага. Это очень важно на самом деле. И это помогает поддерживать контрнаступательные действия. Более того, это очень важно иметь оружие, которое на дистанции дает возможность эффективно поражать цели. Эффективно, я подчеркиваю, и точно. Почему? Потому что в чем отличие, например, ракет GMLRS, которые можно использовать и для Хаймарс, и для М270, которые мы видели на экранах. Дело в том, что точность системы наведения, корректировки огня и полета ракетного боеприпаса дает возможность точно поражать цели. И в этом эффективность. То есть эффективность каждой ракеты, каждого такого снаряда, она повышается. Это очень важно. Поэтому мы можем сказать, что на примере того, насколько использовались системы Хаймарс на протяжении предыдущих двух месяцев, мы уже можем сказать и увидеть их эффективность. Потому что пораженные цели, такие как переправы на юге, мосты и так далее, сейчас это уже паромные переправы, по которым наносятся удары. Это склады с боеприпасами, это логистическое обеспечение, то есть его перерыв в том числе. Это командные пункты. Это достаточно большое количество. Мы можем увидеть статистику даже пожаров, которые публикуют гражданские спутники, которые ведут мониторинг в районах боевых действий. Количество пожаров начало сокращаться после того, как украинские силы обороны эффективно поражали склады с боеприпасами на оккупированных территориях. Соответственно, это избавляло от большого количества артиллерийской поддержки и нарушало вот тот огневой вал, вот те планы российской военщины, которыми они воюют, то есть использовать большое количество артиллерий. Уже не было такой возможности. Соответственно, это действительно очень эффективные комплексы, которые зарекомендовали себя в этой войне с лучшей стороны. Давайте будем тогда продолжать. Благодарим, что такой анализ провели по Хаймерс. И давайте тогда будем следить и будем говорить, обсуждать, уже как они будут продолжать. Вот я вот тут себя сама исправлю. Продолжать будут действовать уже на поле боевых действий. Хочу вас сразу спросить. Сейчас еще вспомним то, что говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Я вспомню про Беларусь сейчас. Мы не будем повторять и показывать о том, что сейчас уже началось обсуждение захода и вероятность захода со стороны Беларуси. Как вы оцениваете такую вероятность? Также вспомню, что там начались определенные работы ремонтные на железной дороге для того, чтобы логистически, возможно, была доставка и привоз тех мобилизованных, которые сейчас попадают в мобилизацию в Российской Федерации. Вот вопрос тогда и звучит таким образом. Ваша оценка вероятности захода со стороны Беларуси. Как вы можете проанализировать те процессы, которые мы видим на протяжении двух дней? Добавлю, что и вчера мы эту тему уже начинали обсуждать с военными экспертами, вашими коллегами. Говорят, что такая вероятность и есть, но что это будут все-таки не белорусские войска, а что это будут действительно вооруженные силы Российской Федерации, даже если это произойдет. Ну, тут можно сказать, что на сегодняшний день вероятность действительно вторжения именно белорусской армии, она не является высокой, потому что мы видим, белорусские войска, они демотивированы на войну против Украины. Те проблемы, которые были, я думаю, у Лукашенко, и которые касались того, что несмотря на давление, очень жесткое давление Кремля постоянное, и прессинг оттуда из Москвы или из Сочи, где они любят с Путиным встречаться, он не дает каких-то хороших результатов для них, поскольку мы видим большое число офицерского корпуса, и военнослужащих белорусской армии просто не понимают, почему и для чего им нужна эта война и участие в боевых действиях непосредственно. Но понятно, что какое-то количество, небольшое, какой-то контингент, возможно, там еще может что-то выполнять и все-таки там, скрипя зубами, но вынужден будет пойти. Но я не думаю, что это будет большое число, возможно, их вообще не будет. Что касается российской армии, может ли она оттуда за счет этих мобилизированных новых попытаться создать какой-то фронт дополнительный? Ну, теоретически это возможно, но практически есть несколько моментов. Во-первых, это станет заметно, как только они станут перебрасывать туда большое количество войск. Во-вторых, сомнительно, что это будут делать, поскольку мы видим, у россиян сейчас, у российской армии горит практически вся линия фронта, где они вынуждены и на востоке, и на юге переходить в глухую оборону. И туда уже перебрасываются первые, фактически, первые мобилизированные. То есть на эти направления, в частности, на восток. Это, похоже, является приоритетом. Но мы не можем исключить на 100% вероятность, что действительно какие-то силы могут быть переброшены в Беларусь, и оттуда Россия попробует что-то сделать и провести какие-то наступательные действия. Но на это я могу ответить, что все эти месяцы, в том числе полномасштабного вторжения, украинская армия, украинские силы не теряли зря и интенсивно укрепляли Украино-Белорусскую границу. То есть создавая там сооружения, создавая там укрепрайоны, позиции соответствующие инженерные, создавая там и минируя, в том числе, дороги основные, проведя там учения систематические, и не так давно закончились учения Носгвардии и Госпогранслужбы на этих направлениях. И имея там силы поддержки, которые готовы остановить такое вторжение, абсолютно и наносить удары по силам противника. То есть можно быть спокойным в том смысле, что к любым таким провокационным, агрессивным действиям, в том числе с белорусского направления, украинские силы готовы и готовы давать отпор. Вы говорите, Александр, об ударах по силам противника в складах. Если по территории Российской Федерации Украина не наносит удары, есть месседжи от украинских партнеров, от Соединенных Штатов Америки и других государств, союзников украинских, то будет ли вооруженная сила Украины наносить удары по территории Республики Беларусь? Я могу сказать, что вы уже цитировали тут, так скажем так, или цитировали, или давали вот как раз подводку тому, что сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов. Я могу сказать, что если будут какие-то наступательные действия, какие-то шаги агрессивные из территории Беларуси, будет накопление силы, они будут наступать на Украину, атаковать наши границы и пытаться прорываться, то я думаю, что да, будут нанеситься удары по военным объектам, в том числе и там, по российским войскам, по российской технике и по объектам, которые они могут использовать. Я могу сказать, что Украине известны точки, скажем, откуда Россия может накапливать свои силы, я даже не скажу, что это резервы большие, по мобилизированным, откуда они могут заходить, где они могут размещаться, начиная с оккупированного Крыма и заканчивая территорией России в приграничных районах с Украиной, и в том числе потенциально и с Беларусью, где их пока не видно, но потенциально, если они появятся, о таких точках тоже известно. И, в принципе, об этом идет речь, когда Украина поднимает вопрос систематически перед нашими международными партнерами, чтобы у нас также появлялась возможность иметь дальнобойные системы вооружения, которые бы давали возможность нам уничтожать и сносить военные цели и военные объекты российских войск, например, в оккупированном Крыму или на других территориях. Александр, как раз в предложении Крыма в нашем материале, коллеги, тоже в сюжете, который был предоставлен нашим зрителям для ознакомления, был комментарий экс-командующей войсками США в Европе Бена Ходжеса, который действительно очень конструктивно рассказал свое видение, предложение военных действий, как они будут развиваться, отметил также, что касается возможности применения Российской Федерации ядерного оружия, сказал, что это маловероятно, он так считает. Я напомню, что это американский генерал, экс-командующий войсками США в Европе. Вот он про Крым тоже сказал, я процитирую, я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму. Ваша оценка, и что дает нам сегодня аргументацию, говорить о том, что такой сценарий есть реален? Аргументацию, я думаю, дают успехи украинских сил. Мы видим, что развивается контрнаступление сейчас на Востоке, как идут бои фактически в районе Лимана. И не только это, конечно же, вселяет надежды. Мы видим на правом берегу Херсонской области продолжают украинские силы контрнаступления, а также для того, чтобы как можно быстрее освободить украинские территории там на юге. И, конечно же, как только будут увеличиваться огневые способности, потенциалы, возможности украинских сил, которые будут иметь возможность наносить огневые удары по позициям оккупантов на всей территории оккупированной Украины, в том числе и в Крыму, и на южном побережье Крыма, где расположены военные объекты российских войск, все это, конечно же, будет создавать соответствующие условия для развития того успеха, который мы видим сейчас. Вы знаете, у генерала Ходжеса на самом деле неплохая аналитика. Он не так часто ошибался в своих прогнозах. Поэтому я хочу верить, что и в этом случае его прогноз будет сбываться. Недавно Юрий Федоров, военный эксперт для журнала «Важные истории» сравнивал ядерный шантаж Владимира Путина с игрой в русскую рулетку, когда каждый поворот-барабан он приближает игрока, по сути дела, к смерти. Каждый поворот – это каждая новая фраза Владимира Путина о необходимости, важности, либо даже возможности применения ядерного вооружения. Господин Федоров в этой статье писал о том, что чем более воинственными становятся декларации господина Путина, тем большая вероятность и сильнее мотивация, правда, не сказал у кого, возможно, у других ядерных государств, ликвидировать зародыши. Вот эту вот проблему ядерной Российской Федерации. Как же, вот мы уже перешли, да, частично обговорили вопрос ядерного вооружения применения, кстати, говорят о дате 3-4 октября. С 3-4 октября, и это, кстати, для еврейского народа это, скажем так, памятный день, но об этом чуть позже, если будет время. Так вот, ликвидация самого общей возможности ядерного удара со стороны Российской Федерации. Месседжи передаются со стороны США, но о конкретике, понятное дело, никто не говорит. Какой может быть ликвидация ядерной российской угрозы? Ну, смотрите, мы можем говорить о каких-то краткосрочных, да, вот, действиях, это те, которые направлены на превентивный характер. Ну, например, когда мы говорим о системах вооружения, почему поднимается вопрос о том, что Украине необходимо расширение помощи в этом направлении? Потому что, например, мы можем уничтожать системы ПИОН, да, артиллерийские САУ, из которых могут использоваться снаряды, как раз оснащенные в том числе и ядерным боезарядом. Это оружие тактическое, которое может использоваться на поле боя. Предусмотрено было для поражения, скопления большого количества бронетехники и живой силы противника. Это раз. То есть это можно уничтожать просто на подходе, уничтожив сами носители, само вооружение, из которого можно использовать. Также можно уничтожать подобные склады с ракетами и прочим вооружением, которые могут находиться на оккупированных территориях, например, в оккупированном Крыму. Мы можем, если бы у нас сейчас были возможности, я думаю, они появятся. Мы можем просто завалить скалу между Феодосией и Судаком в оккупированном Крыму, где могут находиться в том числе и ядерные боезаряды, и просто его привалить. Они там находятся внутри скалы, это объект Феодосия-13. И это абсолютно легитимная цель, согласно международного гуманитарного права. И последствия будут абсолютно несравнимы с потенциальными ядерными взрывами. То есть вот те упреждающие шаги еще к упреждающим шагам, конечно же, можно отнести к консолидации Запада и демонстрации решимости наносить ответные, в том числе, удары по противнику, по России, по российским военным объектам в случае, если они пойдут на такой фатальный и, скажем так, безрассудный и преступный шаг. Вот те элементы сдерживания, которые работают. А российская рулетка, она действительно присутствует. Только такое впечатление, что револьвер у своего виска крутит непосредственно российский президент Путин. И там уже, и он, знаете, не то что с одним патроном это делает, а он туда, возможно, уже и два, и три их фактически зарядил и пытается вот таким вот образом. Потому что каждый его шаг, он настолько ошибочный, он настолько, скажем так, непродуманный, он настолько отдает глупостью, что в итоге приведет к фатальным последствиям не просто для правящего российского режима, но, возможно, и для российского государства. А в долгосрочной, потому что я сказал краткосрочной, долгосрочной – это очень важный аспект. И его, кстати, поднимал президент Украины как раз на заседании Совета Безопасности ООН, это то, что в будущем Россию вообще надо избавить от права на владение ядерным оружием, поскольку на сегодняшний день российский правящий режим и лично Путин являются фактически единственными, кто систематически угрожает всему миру ядерной угрозой. Так как угрожает Путин, этого не делает ни лидер Северной Кореи, ни лидер Китая Си Цзиньпин, ни другие люди, которые даже на фоне Путина выглядят более ответственными политиками.